Я около месяца провел в больнице. И специально из-за этого Редюн специально знает... Слышь, Бешман, угомонись, а! А то сейчас снова отправишься туда. Почему должник, долго скрывавшийся от своего кредитора, вдруг сам стал умолять о встрече и немедленной расплате? Откуда такая щедрость? И почему он так боится за свою жизнь? Дмитрий, но мы же 7 лет были семья, вот эти вот... Какая семья, у нас с тобой разные темпераменты. Интим-то тебе нужен был только раз, два, три месяца. Супруги расстались много лет назад, но не расторгли брак. Как теперь при официальном разводе поделить то, что каждый наживал отдельно? Я не верю ни единому ее слову. Просто я вот такая же была, я не верю. Она просто наговаривает. Да, конечно. Она хочет испортить нам жизнь. Женщина встретила мужчину мечты. И готова решать любые его проблемы за свой счет. Знает ли она, ради кого решила залезть в кредитную кабалу? Ирина Макеева готова выплатить долг по алиментам своего мужа при условии, что его бывшая жена заберет заявление из полиции. Галина Ларина намерена доказать, что ее бывший муж Альфонс, которого надо привлечь к уголовной ответственности. Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Рад приветствовать вас сегодня обеих на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать возникший между вами конфликт. Инициатором данной встречи является Ирина Сергеевна. Поэтому, пожалуйста, Ирина Сергеевна, вам слово. Я пришла сюда, чтобы договориться с бывшей женой моего мужа, чтобы она забрала заявление из полиции о мошенничестве. Галина Петровна бывшая жена вашего нынешнего супруга. Да, она бывшая жена моего нынешнего супруга. Она написала заявление в полицию о мошенничестве. О том, что он взял без ее ведома, когда они были в браке, кредит в размере 50 тысяч. Хотя это как бы бред, но он этого не делал. Они вместе его сделали, просто Галина сейчас это отрицает. То есть кредит был взят на 50 тысяч рублей? Да, в конторе финансовое микрозайм. А, микрозайм это был. То есть супруга как зовут? Михаил. Михаил. Значит, Михаил, будучи в браке с Галиной, взял кредит, как Галина говорит, что без ее ведома, и сейчас написала заявление о мошенничестве. По вашим паспортным данным? Так, сейчас выясним. И вы хотите, чтобы она забрала это заявление? Да, и это заявление, и она еще подала заявление о том, что он злостный неплательщик алиментов. Так, у вас ребенок... Долг почти полмиллиона, да, конечно. С Михаилом ребенок. Ему назначены алименты, он их не платит. Вообще ни разу не платил. 500 тысяч, вы говорите? 348. 348. Ну, как бы это неправда, Михаил все равно поддерживал отношения с ребенком, подарки на праздники, финансовая помощь, оказывалось, просто нет подтверждения. Сейчас у меня Михаил находится без работы. Это нормальное состояние. Ему предложили хорошую работу, но из-за судебного разбирательства он не прошел контроль. Ага. Какой-то служб безопасности. Служб безопасности, да. А где ему предложили работу? Это администрация города Москвы. Ага, в администрации предложили работу? Да, в администрации. Водителям, да. Мы сильно рассчитывали на эту работу, поэтому я пошла, взяла кредит и купила уже машину под эту работу. Ну, ему отказали. Простите, я просто тоже покупала. В администрации он должен был работать водителем. В администрации город, да? Да. Но на своей машине. Вы купили ему для этого машину? Да, я купила ему машину. Так. Взяла кредит, купила машину. Недавно я взяла кредит, чтобы рассчитаться с Галиной. У нас с мужем хорошие отношения. Он помогает мне в воспитании моего сына взрослого. У вас от первого брака сын? Да, сын от первого брака. Сейчас мы ждем совместного ребенка. И нам вот эти разбирательства вообще не нужны. Я принесла все деньги. Так, сколько вы готовы? Все деньги? Я принесла все деньги. 348 тысяч алиментов. Алименты? И 100 тысяч принесла. А, так. Как вы относитесь к этому предложению? Я готова. Я знала, что мой бывший муж найдет себе новую пассию и начнет ее доить. Это что надо додуматься просто, взять кредит на погашение алиментов мужа. Я просто поражаюсь его таланту обманывать баб. Она просто наговаривает на него. Она наговаривает. Ну, расскажите нам поподробнее про Михаила. Никакой недобропорядочный и ответственный, самый настоящий мошенник, который просто умело пользуется тем, что он обаятельный и красивый. Просто жалко вот эту вот женщину, которая вот мало того, что успела выйти замуж за этого Альфонса, так еще и забеременеть от него. Это самый настоящий мошенник и просто спец по одиноким женщинам. Я его далеко не первая жена. И, простите, может быть, вам сейчас это будет неприятно слышать. Уверена, что не последняя. Я не верю. Мы, значит, прожили в браке два года, прошу прощения, разбились мы два года назад, и я до сих пор продолжаю выплачивать его кредиты, которые брала якобы для того, чтобы спасти его бизнес. Значит, мне он представился как бизнесмен, рассказал, что он вдовец. Бывшая жена его умерла при родах вместе с долгожданным сыном. Потом резко заболела его горячо, любимая мама, значит, нужно было срочно деньги на дорогостоящую операцию. А его счета арестованы банком якобы. Значит, я как дура просто, прошу прощения, как дура, я лезла на амбразуру, пытаясь его спасти. Я сначала потратила свои все сбережения, которые у меня были, потом взяла в долг у своих родителей. После я уже залезла в кредиты. Когда он меня бросил, в тот момент, когда он меня бросил, он сказал, что якобы он едет к больной матери, а я в соцсетях увидела фотографии с другой женщиной. Вот только тогда я поняла, что меня просто обманывают. Просто меня обманывают. Я просто как спала. Я, разумеется, сразу подала иск в суд на развод, на раздел имущества и на алименты. Я хотела разделить с ним все долги, которые мы брали в банке, точнее, я брала для него, и у своих родителей я занимала. Но я в суде не смогла доказать, что брала деньги у отца, у своего, я же без расписки брала, сразу Миша отдавала. В итоге год мы, миллион мы вернуть не смогли. Ну уж написали бы расписку. Ну, кто ж знал, что все так. Я не верю ни единого и слова. Вот я так же, вот я просто, я вот такая же была, я не верю. Она просто наговаривает. Да, конечно. Она хочет спать нам жизнь. Либо задним числом с папой оформить расписку. Ну, спасибо. И что суд? Вот, и что суд? Суде доказать я этого не смогла. В итоге я до сих пор выплачиваю кредиты сама, потому что Михаил платить не хочет, а я свою кредитную историю тоже портить не хочу, понимаете? По итогу я одна с ребенком, с долгами, с ребенком, который Михаилу совершенно не нужен, потому что за все это время не разу. И набежал долг вот этот 348 тысяч, если быть точной, за два года. Галина, у меня вот вопрос. Вот какой-то вот на 50 тысяч кредит, который вас особо заделал. Это что за микрозайм? Это единственное просто, на чем он подловился, и по этому эпизоду возбудили... Что значит подловился? Я вам сейчас объясню. Смотрите, я так же покупала ему машину. Ну, как бы, это просто. А, вы тоже покупали машину. Да, я тоже покупала ему машину, значит, которую он поставил на ремонт в автосервис. Год я не могла, он ее год не мог по каким-то причинам оттуда забрать. А после он мне просто заявил, автосервис закрылся, хозяин вообще исчез, и машины вообще пропали. Вот в этот момент уже я такая... Ой, как удобно. Очень вообще. А ваша машина где, простите? Да, вот мне тоже интересно. Вот, которую вы купили ему для работы в администрации. Он пока еще же его не взяли на работу. Где ваш автомобиль? Не знаю. Автомобиль-то вы ездите хоть на нем? Я пока не... Я не знаю, где мой автомобиль. Вы не знаете, где автомобиль. Видимо, в том же автосервисе, да? Нет, ну смотрите, самый парадокс в том, что когда я обратилась в полицию, и проверили, значит, по вот этому вот... Микрозайм вот этого, да? Нет, по машине. А, по машине. По автомобилю. Выяснили, когда он мне сказал, что все пропало. Я в полицию. И в полиции выяснили, что автосалона по данному адресу в принципе не существовало никогда. Автосервиса? Да, автосервиса. Куда он якобы поставил свою мошенниче? Да, я попыталась возбудить уголовное дело уже о мошенничестве, ну потому что я просто понимала, что все, ну это просто уже придир. Ну да, такой пазл складывается интересный. Мне отказали сославчись на то, что я добровольно, послушайте внимательно, передавала деньги своему... Мужу по собственной как бы воле. И вот микрозайм, это как раз единственный эпизод, по которому... Что там, вы говорите, подловил все? Он взял это вне моего ведома, по моим паспортным данным. Вне ведома? Конечно, вне ведома. То есть взял на вас? Взял на меня, да. Я эти денег не видела в глазах. А паспорт не было сама. И когда мне уже начали звонить коллекторы, то есть они мне продолжают звонить сейчас, потому что пока полиция разбирается, то есть дело завели, полиция идут, в общем, выясняются, проясняются эти все вопросы. Мне продолжают звонить коллекторы, просят вернуть меня долг, который я не брала. Поэтому... А при чем здесь Михаил? Я вам объясняю, при чем здесь Михаил. Держка, вот вы просто послушайте, вот вы слушайте внимательно. И просто вам сейчас, возможно, сложно это все... Похоже, достаточно, на самом деле, ситуация. Да, сложно представить, но я скажу так. Моя позиция принципиально такая. Мне вот эти деньги, вот честно, я понимаю, что это там не три рубля, но это не миллионы, ну как бы. Учитывая мою ситуацию, я вам вышесказанное все изложила, у меня уже просто дело принципа. Я хочу этого человека вывести на чистую воду. Потому что если я заберу заявление, услышьте меня, пожалуйста, то этот человек снова выйдет сухим из воды и будет продолжать свою вот эту вот деятельность. Вот и все. Поэтому я говорю нет. Ну как бы ситуация-то действительно повторяется. У него там проблемы, вы берете кредиты, покупаете ему машины. Чтобы он платил алименты, вы вообще вдумаетесь. Я не могу поверить. Чтобы закрыть его какие-то предыдущие вопросы. Та же самая схема использовалась в отношении Галины Петровны. Тоже она закрывала своими кредитами его какие-то проблемы с налоговыми или еще что-то. Я очень тщательно... Я не могу в это поверить. Я понимаю пока. Да, хорошо. Может быть, сейчас сможете. Я очень тщательно слежу за жизнью своего мужа по понятным причинам. Потому что правоохранительные органы никак не могут у него найти официальные источники дохода для того, чтобы взыскать у него алименты. И, соответственно, все соцсети, вот это все, ну как бы, это все, что мне остается. Я недавно наткнулась на фотографию там с девушкой, которую просто... Следите за судьбой моего мужа. Вы слушайте суть, а не слова. Но он ей тоже был чужой человек. И этой девушке я написала, судя по фотографиям, это незнакомая, очень больше похожа на любовницу. Она тоже сначала не верила, он все прекрасно, а потом мы с ней просто списались, мы разговорились, я привела ряд фактов. И все, у человека открыли глаза. Я ее уговорила, и она сегодня здесь. Прийти сюда, и может быть, вы сейчас поверите. То есть вы пригласили ее? Да, я ее пригласила, она согласилась приехать. Давайте пригласим тогда. Как зовут ее? Ольга. Ольга. Александр, Ольгу пригласить к нам, пожалуйста, должна быть за дверьми кабинета. Далее в программе. Почему должник, долго скрывавшийся от своего кредитора, вдруг сам стал умолять о встрече и немедленной расплате? Откуда такая щедрость? И почему он так боится за свою жизнь? Дмитрий, но мы же 7 лет были семья вот эти вот. У нас такая семья, у нас с тобой разные темпераменты. Интим-то тебе нужен был только раз, два, три месяца. Супруги расстались много лет назад, но не расторгли брак. Как теперь при официальном разводе поделить то, что каждый наживал отдельно? Присаживайтесь вправо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, вас Ольга, я так понимаю. У меня Ольга, да. Ольга. Так, Оль, вот нам тут рассказывают про замечательного Михаила. Вы в курсе, кто это такой? Да, давайте я вам свою историю поведаю. Давайте. Как все произошло. Полгода назад я познакомилась с Мишей, он мне написал в соцсетях. Он заваливал меня разными комплиментами. Я, конечно, сначала игнорировала... Полгода назад? Да, полгода назад. Вы женаты сколько уже с Михаилом? Почти год. Почти год, да. Дальше. Он мне завалил разными комплиментами. А я сначала игнорила его, потом все-таки повелась. Такую чушь он мне говорил. Воронье на каждом шагу, честное слово. То же самое. Говорил то, что его жена умирала вместе со своим ребенком во время родов. И постоянно... Сидит живая. Да, да, видимо. Постоянно рассказывал мне какие-то сказки. Он вас похоронил уже всех. Да, он похоже всех уже похоронил. И представляете, даже мою машину, которую мне подарил папа, между прочим, до нашего с ним знакомства, он отвез в автосервис, убеждая меня в том, что машина будет как новая. То есть его хороший знакомый, и я не знаю, как я могла ему поверить. Я даже собиралась за него выйти замуж. А да, он женат пока еще, вот только единственная на Ирине Сергеевне, который рассчитывает с ним дальше строить супружескую счастливую жизнь. Ирина Сергеевна, как вы думаете-то? Мне очень сложно в это поверить. У нас на самом деле счастливый брак. Ну, мне вот очевидно, допустим, все. Я верю и Ольге, и Галине в этом плане. Просто у вас сейчас есть шанс поверить сейчас в это, либо оказаться еще в более затруднительном материальном положении, с еще более количеством кредитов, и тогда уже поверить через какое-то время, но усугубить свое материальное положение. Тем более у Галины, у нее интерес, она говорит, что ей даже деньги не нужны. Она просто хочет вас чисто человечески спасти от этого человека. Просто я сама, вы поверите, когда вы будете сидеть, как я сейчас, без мужчины, по уши в долгах, и с ребенком, который не нужен этому мужчине. Вы будете посадить отца, своего ребенка? А лучше, что он воздает. А он воздает с этим ребенком, и не появится в вашей жизни. Я вам еще раз говорю, вот это вы через некоторое время. Вы потом будете ходить так же, его привлекать по 157-й статье за злостное уклонение от уплаты алиментов. Мне кажется, вам сейчас надо объединиться, вот эти денежные средства потратить на хорошего адвоката, и все-таки привлечь его к ответственности. И через уголовное дело будет, по крайней мере, какой-то материальный ущерб. Да, спасибо. Может быть, будет зыском, я не знаю, куда он ваши автомобили все девает. Ну, серьезно, это же очевидно. Ну, вы хотя бы сейчас возьмите время подумать так вот, не поговорить с ним, а понаблюдать за ним. Спросить, где автомобиль. Спросить все-таки, что с работой. Позвонить в эту администрацию. Действительно узнать, устраивался ли он туда, в чем я сомневаюсь, честно говоря. И туда со своими автомобилями не устраивают. У них свой хороший парк автомобилей. Хорошо, я согласна. Вот объединитесь, обменяйтесь номерами, телефонами, будьте на связи. Вот, ну, как бы, да, понятно, у вас ребенок будет, но вот вам не повезло с отцом этого ребенка. Но его надо наказать. Всем не повезло, меня нет уже. Ольга, слава богу. Да, мне очень повезло, что я встретила Галину. Спасибо судьбе. Вот она вовремя поверила, видите. Я не знаю, что произошло потом. Ну, разберитесь в этой ситуации, объединитесь. Я еще раз вам говорю, лучше потратить на хорошего адвоката. Спасибо. Ни к чему хорошему ваша семейная жизнь точно не приведет и ничем хорошим не закончится. Да? Спасибо большое. Я очень рад. Хорошо. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо большое. Стороны договорились. Я просто не понимаю, что произошло. Если это окажется правдой, это просто кошмар. Я просто... Мне сложно в это поверить. Но если Галина и Ольга говорят правду, ну, это просто для меня кошмар. Выхода просто нет. Я действительно рада, что Ира вняла голос у разума, что она хотя бы попыталась меня услышать. И я считаю, что общими усилиями мы действительно выведем этого мошенника на чистую воду, потому что я считаю, что такой человек должен получить по заслугам. Вместе мы сильнее. Хватит скандалить. Поместить мою дочь... Да не поместить мою дочь в тихушку! Это тоже моя дочь! Учитесь не доводить до суда. Либо ты берешь, что я тебе предлагаю, либо ты застаришься, пока ты в суде будешь ждать своего решения. Мировое соглашение вам в помощь. Было у вас за что избить, правда? Берите 200 тысяч и примеряйтесь. Каждый будний день на нашем телеканале. Лилия Короткова предлагает мужу отказаться от доли квартиры, чтобы она не претендовала на открытое в период брака кафе. Антон Коротков не согласен с разделом имущества по варианту жены. Здравствуйте, Дмитрий. У меня сложилась такая ситуация. Мы сейчас с мужем находимся в состоянии развода и раздела имущества. Так. Что, собственно, я хочу? Я хочу, чтобы квартира, которую мы нажили совместно, досталась мне. А ему достался весь бизнес. Не доводя до суда, вот мирным путем разрешить это здесь и сейчас. Так. Давайте тогда подробнее, Лилия. Квартира и бизнес вы говорите, да? Да, да. Стоимость квартиры. Что за квартира, что за бизнес? Смотрите, мы в браке уже 15 лет, но фактически 7 лет мы не живем вместе. Вначале отношения были все хорошо, и мы где-то в начале брака купили небольшой приморский домик и переоборудовали его под кафе. Сами мы родом из Кучугуры. Но кафе это особо не приносило большого дохода, так как работало только в сезон. Затем мы переехали в Подмосковье, в Ногинск, взяли в ипотеку квартиру. Квартиру зарегистрировали на меня, вот выписка из ЕГРН. А вот тот домик, что мы купили в Кучугуре, был зарегистрирован на мужа. На Мухам Васильевича. Да, на Антона. Вот выписка из ЕГРН. Так сложилось, что где-то 7 лет назад у Антона, у мамы случился инсульт, и ему пришлось ухаживать за мамой. То есть они как с братом решили, что будут ездить и ухаживать за мамой. Он бросил работу. Начал ездить там на месяц, на два к маме. Соответственно, когда он приезжал, он перебивался какими-то случайными заработками. И вот все выплаты по ипотеке, они легли фактически на мои плечи. Лили, ну ты вспомни, я все, что зарабатывал, я на ипотеку отдавал эту. Что ты там зарабатывал? Что ты тогда зарабатывал? Не говори глупости. Смотрите, что я предлагаю. То есть я так понимаю, Антон Васильевич ездил ухаживать за мамой? Да, совершенно верно. Ну это нормально. Ну смотрите, у меня была стабильная работа. У меня хорошая карьера. То есть он так вот три года поездил и говорит, давай переедем назад в Кучегуру. Но я так не могу же все бросить. А мама в Кучегуру, да? Да, да. К маме туда ездили. Я уже не могла все это бросить. И, соответственно, он решил вернуться в свой родной город, стал развивать кафе. Недалеко рядом с кафе построили санаторий. И, соответственно, кафе стало приносить прибыль круглый год. То есть поток клиентов увеличился. Еще как. Да. Потом брат решил ему помочь, дать деньги на развитие. Антон укрепил фундамент, построил второй этаж. И кафе увеличило обороты. То есть нормально стало приносить прибыль. То есть прибыльный бизнес превратилось в прибыльный бизнес. Сейчас все нормально? То есть все так же продолжает, все работает? Смотрите, ну я-то фактически была в Подмосковье, в Ногинске, платила ипотеку, я сама одна. А вы говорите, вот 7 лет фактически не проживали. То есть вот наездами был, Антон приезжал после того, как за мамой поухаживать, к вам приезжал наездами. Да, первые три года он приезжал наездами. А потом уже, когда он полностью переехал, я стала приезжать к нему. Ну как, ну сначала приезжал там раз в 2-3 месяца, потом раз в полгода, там на Новый год и летом на недельку. Но это фактически уже была не семья, семьи никакой не было. А детей нет у вас, да? Нет, не было ничего. Не сложилось, да. Все здоровы, но так вот эко не решили сделать. То есть спора о детях нету, я к этому. Нет. Так. И в конечном итоге, что я предлагаю? Что вы предлагаете? Квартира на сегодняшний момент оценивается в 4 миллиона 800. Вот оценка. Домик, то есть уже это кафе, оно оценивается по экспортной оценке в 5 миллионов. То есть фактически тут суммы, они идентичны. Я предлагаю, чтобы Антон мне уступил квартиру, то есть полностью отказался от своей доли в квартире, а я отказываюсь от своей доли в бизнесе. Фактически я тут теряю даже небольшую сумму. Ну 5 миллионов, я так понимаю, это только вот недвижимость, да? Это само здание кафе, пристройка. Это то, что мне по экспортной оценке предлагали за это кафе. Так, то есть вы предлагаете себе забрать квартиру, за которую, как я понимаю, фактически вы ипотеку и выплачивали все 7 лет. А выплатена? Полностью выплачена сейчас? Да, я полностью выплатила сама. Квартира, все, да, обременение и снято. А Антону Васильевичу оставить кафе Приморское, замечательный бизнес. Так, а как Антон Васильевич относится к такому предложению? Я категорически не согласен. Почему? Вот половина квартиры, я имею на нее право. А первый взнос, миллион рублей, мы вместе делали, Лиль, вспомни. Я из загажника самолично 500 тысяч достал. Это первый взнос на ипотеку, да? Мы пополам, мы пополам делали, все верно. Но вы с семьей же жили, конечно. И 4 года я что-то дозарабатывал. Да что ты там зарабатывала, Антон? Что-то дозарабатывал. Ничего ты не зарабатывал, все утрасил на поездки к маме и на лекарства. А вот самолично ты выплаты делала только 3 года последние. И вот этих вот твоих самоличных выплат никак не хватит, чтобы компенсировать кафе. И если уж ты говоришь о половине бизнеса, ты вспомни. Полтора миллиона рублей, чтобы укрепить фундамент, чтобы второй этаж надо строить. Это мой брат дал. И если ты хочешь какую-то долю этого кафе, подумай о том, как полтора миллиона отдать брату моему. То есть вы в долг брали деньги у брата для того, чтобы модернизировать ваше кафе? Да. Как какой-то ремонт сделать, пристройку, расширить площадь. И понимаете, какое дело... А вы выплатили этот долг брату? Еще нет, еще должен я эти деньги. Еще должен. И мы с тобой покупали рыбацкий домик, никак не ресторан, который сейчас стоит в Приморском крае. И понимаешь, 300 тысяч рублей, которые мы вместе потратили, да, твоя половина есть, 150 тысяч рублей. Это я не отрицаю. Но ты сейчас что-то рассказываешь про разделы имущества? Давай так смотреть. 4 миллиона 800 тысяч рублей. Стоимость квартиры. Хорошо. Половина этой стоимости 2 миллиона 400 тысяч рублей. Вы ищем, вы ищем, вы ищем, вы ищем, вы ищем 150 тысяч, которые ты на рыбацкий домик этот потратила. Давай 2 миллиона 200, да разойдемся с миром, Лиль. А о чем ты говоришь? У нас давно с тобой семьи нет. Ты как маме стал помогать, все, тебя не было. Я одна осталась. Что значит? Лиля. Васильевич, вы хотите сейчас только долги-то, получается, поделить, а имущество вы как-то не учитываете. Нет. Все как раз таки я учитываю. У вас есть, смотрите, я понял вашу ситуацию, у вас есть два варианта в суде, да, либо вы делите все действительно пополам сейчас, и даже если у вас какие-то долговые есть обязательства, они тоже будут поделены пополам. Потому что вы в браке жили фактически в зарегистрированном, все имущество тоже будет поделено пополам, одна вторая доля квартиры, одна вторая доля кафе тоже отойдет Лилии Григорьевне. Но я так понимаю, что дальнейшее ваше проживание вы не намерены проживать совместно, и есть четкое желание развестись, правда? Конечно, смысла нет нам делить. Либо вы можете в суде еще дольше судиться по поводу того, что доказывать, что 7 лет вы фактически не проживали. И вот то имущество, и те улучшения, и те долги, в том числе, может суд оставить за каждым из супругов, если вы докажете, что действительно 7 лет фактически проживали отдельно. Но тоже это не решит вашу проблему. Дмитрий, но мы же 7 лет были семья, вот эти вот... Да какая семья? У нас давно с тобой семьи не было, у нас с тобой разные темпераменты. Интим-то тебе нужен был только раз, два, три месяца. Я пыталась как-то наладить нашу совместную жизнь, как-то покупала красивое белье, делала романтические ужины, вспомни, а ты поел, выпил, да на боковую. Да о чем ты говоришь, Антон? Лиль, я приезжаю, узнаю, ты ноги от общих знакомых, наши ноги раздвигала перед каждым встречным. Ну это вообще никуда не годится. Да, у меня появился молодой человек, но это было совсем недавно, у нас серьезные с ним отношения. Конечно, тебя нет рядом. Что я должна? Лиль, я за этого молодого человека тоже наслышан от наших общих знакомых. Это было кососно, 12 лет, а тебя младше. Погляди на себя. Тебя это не касается. Это моя жизнь. Так, ну давайте, это ваша личная жизнь, да, у нас сейчас все-таки предметом спора является ваше совместно нажитое имущество при разводе. Причина развода, давайте уже как бы, я так понимаю, вы не заинтересованы в сохранении отношений между друг другом. Поэтому мне кажется, логичнее сейчас будет поделить правильное имущество, справедливо для каждой из сторон, и как бы разойтись, и каждый из вас будет строить свою личную жизнь. Давайте все-таки вернемся к имуществу. Далее в программе. Почему должник, долго скрывавшийся от своего кредитора, вдруг сам стал умолять о встрече и немедленной расплате? Откуда такая щедрость? И почему он так боится за свою жизнь? Я полагаю, что поскольку бизнес, конечно, как утверждает Антон Васильевич сейчас, достаточно успешен, но любой бизнес – это высокорисковое предприятие. То есть сегодня есть клиенты, завтра закрылся санаторий, и клиентов нет. То есть всегда у бизнеса есть по-любому свои риски. Квартира в этом плане, как актив, если ее рассматривать, то, конечно, это менее рисковое предприятие, так скажем. Квартира стоит, она капитализируется по цене, ее можно всегда сдавать или проживать в ней. С одной стороны, вы правы, Дмитрий, ну смотрите, поток туристов возрос, да, то есть там действительно очень проходное место, и я думаю, что бизнес этот... Илья Григорьевна, ну вы видите, чего творится в мире-то? Сегодня проходное, завтра непроходное. Ну, внутренний туризм, наоборот. Тем более сейчас, понимаете, людям... Вырос. Сегодня они хотят в рестораны ходить, а завтра просто не до ресторанов, понимаете? Это... Общепит – это всегда тоже высокорисковое место. А послезавтра ковидные меры еще какие придумают? Мы только два года в этом жили, понимаете? Вообще все закрыто было. В любом случае, я не собираюсь... И санаторий, и кафе. Если мы будем через суд все это делить, будет сложнее. Я не собираюсь уезжать. Тебе... Вы потратите время просто. Вы потратите время, суд поделит все по закону. Чем отличается вот медиация, допустим, от судебного разбирательства? Суд все делает справедливо, но по закону. По закону в Семейном кодексе написано – половину супругу, половину супруги. И суд не будет разбираться. Он сделает, как написано в законе. В чем преимущество медиации? Вы сейчас сами для себя решаете. То есть вы сами пишете для себя закон. Правила, по которым вы делите имущество. Поэтому я предлагаю их как раз сейчас здесь рассмотреть. Дмитрий, у меня такой вопрос. Хотя бы первый взнос, что я делал со своих личных денег, вот эти 500 тысяч рублей, хотя бы это, ну, я могу обратно. И второй вопрос. Вот если все же дойдет до суда, то как у нее? Есть вариант отжать половину бизнеса? Конечно. Конечно, есть. Ну, в таком случае я могу хоть сейчас перевести тебе эти… Да, и долг ваш тоже будет половиной ее, который вы брату должны. Тоже будет половина, но и половина бизнеса, безусловно. Вот именно. А у вас оценена, понимаете, вот здесь вот мне Лилия Григорьевна-то предоставила оценку именно имущества. А бизнес-то ваш, я так понимаю, если его как бизнес рассматривать, вот как проект, если вы будете продавать, он будет не 5 миллионов стоить. 5 миллионов – это только недвижимость. Я вот вижу в отчете только лишь вот само здание вашего кафе. Но как бизнес-то вы понимаете, что он стоит дороже. У вас уже прикормлены клиенты, у вас уже какой-то оборот есть определенный. Как бизнес, он будет стоить намного дороже. Но и риски у вас выше, да? Я предлагаю до суда не доводить, потому что по суду будет все пополам. Все пополам. А потом вы замучаетесь выкупать долю или квартиру продавать, деньги делить. Выкупать будете долю в бизнесе, либо продавать бизнес, делить деньги. Ну, это… ну, зачем вам? Лиль, давай на потихатке сойдемся до расхода. Да, без проблем. Я тебе хоть сейчас эти деньги могу перевести. То есть 500 тысяч вы согласны, как часть первого взноса за квартиру, заплатить, и вы соглашаетесь на то, что за вами кафе, за вами квартира. Да. Ну, видите, не так все сложно. И снялась эта боль. Ну, и каждый будет строить дальше свою личную жизнь самостоятельно. Мне кажется, очень разумное решение. Конечно. Переводите тогда денежные средства. Ну, тогда, поскольку у вас развод, я так понимаю, в добровольном порядке, у нотариуса заключается соглашение о разделе имущества. За вами бизнес, за вами. Квартир. Все, я очень рад, что стороны договорились. Спасибо большое. Всего доброго. Забирайте документы. Спасибо вам, Дмитрий. Всего доброго. До свидания. Мировое соглашение подписано. Хочу поблагодарить Дмитрия, что помог нам разрешить данную ситуацию мирным соглашением. Квартира досталась мне, а бизнес – мужу. То, что я и хотела. Спасибо. Я все время думал, что у нас семья. Ну, так-то так, черт бы с ним. Теперь придется по-новому все начинать. Причины конфликтов стары, как мир. Я влюблен в тебя, дуру, по ушу был. Ты понять можешь, нет? Предательство. Она меня кинула, кинула. Деньги. Вы мне выплачиваете миллион. Вот тебе, понял, миллион. Секс. А она уши развесила, ноги раздвинула. Способы решения изменились. Ой, собаку завести лучше всякого психолога, поверьте. Маленький комочек счастья. Смотрите мировое соглашение с Дмитрием Агрисом. Юрий Викторов умоляет принять от него в качестве оплаты давно просроченного долга дорогой автомобиль. Но Родион Грачков утверждает, что должник ему давно уже ничего не должен. У Юрия теперь другой кредитор. Алексей Соломатин. Пожалуйста, Юрий Анатольевич, вам слово. Собственно, проблема заключается в том, что я взял деньги в долг полтора года назад у своего друга Родиона, друга, если его можно таким считать, и затянул с возврата. А давно брали-то? Полтора года назад. У меня разные были причины. А заим как-то письменно оформили? Да, конечно. А есть расписочка, да? Можно я взгляну? Так, беспроцентно? Да, конечно. Беспроцентно. Ну, короче, через полгода обязались вернуть и не вернули. Ну, такое случается. Я загружен работой, моя жена загружена работой. И наша жизнь превратилась в то, чтобы отдать Рудику деньги. Ты сам ее превратил. Но я так понимаю, за полтора года вы ни копейки не вернули. Ни копейки. Я был в командировках. Тех денег, которые я зарабатываю на сегодняшний день, не хватает только на то, чтобы оплачивать свои текущие расходы. Ты был в отпуске, насколько мне известно. Я был в отпуске, я ездил в командировку. Что вы предлагаете сейчас? Я предлагаю вместо долга вернуть ему автомобиль. Я готов возместить те денежные средства, которые он мне предоставил, путем возврата автомобиля. Это стоит гораздо дороже. Что значит возврата? Эво как. Ну вот я должен ему 350 тысяч. У меня есть автомобиль стоимостью миллион сто. Это ваш автомобиль? Да, это автомобиль, который у меня в собственности. Я предлагаю отдать ему автомобиль и закрыть историю с этим долгом. То есть еще долго отдать автомобиль? Все дело в том, что то, что предпринимает Рудик, это просто невероятные вещи. Он нанимает людей, максимально портит мне жизнь. Мы живем просто в страхе. Значит, я вам объясню, кто этот гигантник. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот этот гигантский человек и есть тот, кто постоянно начинает... Я обычный человек. Я не виноват в том, что ты молодец. Именно он. Это ты ко мне подходишь в метро и шепчешь на ухо, не сдох, не сдох, умер. Сколько это может продолжаться? Ночью, ночью. Открываю дверь, звонок в дверь, два часа ночи. Открываю дверь, там висит голова лошади в крови. Кошек он мне всяких подкидывает. Постоянно мне поступают телефоны и звонки. Он говорит, что я не беру трубки. Почему я не беру трубки? Потому что мне постоянно приходят угрозы телефона. Вот даже сейчас. На протяжении полутора лет. Угрозы? Да, угрозы. Угрозы от тебя, от тебя, бугай. И здесь ты мне ничего сделать не можешь. Понял? Я вот что предлагаю. Я бы не был так уверен на вашем месте. Так, вы предлагаете автомобиль. Это что у вас? Вот, пожалуйста. На праве собственности. То есть он вам принадлежит, этот автомобиль. Вы хотите его в счет долго отдать. Так, вы говорите, вам угроза поступает. Регулярно. А вы в полицию-то обращались по этому вопросу? В полицию, да, конечно, я обращался. Я неоднократно писал. Что сказали? Когда убьют, приходили. Да, пока, до тех пор, пока вы не получили тяжкие телесные повреждения или пока, до тех пор, пока, значит, это действие там не... Когда убьют, тогда и приходите, вам сказали. Ну понятно. Если говорить кратко, да, то... Так, а почему расписка-то у вас с Родионом Александровичем, а угрожает вам Алексея Алексеевича? Потому что... Ну, пожалуйста. Родион, может быть, поясните вы эту ситуацию как-то? Дело в том, что, Дмитрий, вот этот человек был когда-то моим другом. Меня зовут Юрий, если ты не забыл. Хочешь потерять друга, дай ему долг. Точно, точно, абсолютно точно. Уже проверенный вариант. Дело в том, что он занял у меня 350 тысяч, и проблема-то не в этом. Дело в том, что мне эти деньги срочно понадобились не просто так, на какие-то текущие расходы. У меня очень сильно болел отец. Ему нужна была операция. Это все в раке. Что в раке? И вы попросили... Ну, я... То есть я попросил его... И вы попросили вернуть эти деньги. Свои же деньги, да. А вот он уже готов с машиной расстаться. Она у него такая новенькая. Он ее любит очень, да. Ну, я не знаю, видимо, Алексей Алексеевич. Что там... А при чем все? Алексей Алексеевич. Я тоже сейчас поясню. Не представляю. И он уже готов с машиной расстаться. Все. Но ты помнишь, как я тебя умолял и проявил, попросил вернуть мне долг, когда это было вопросом жизни и смерти для моего отца. Понимаешь? Я что, должен родить деньги? Я... Заработать можно. Я работаю. Я постоянно занимаюсь тем, что я работаю. Работаю. Ну да. Потом он перестал брать... А вы всех уже заняли. Нет. И никому не вернули. Единственное, у кого я мог занять, это вот единственный, кто откликнулся мне на просьбу. Ну, лошадь. Понятно. Больше, видимо, просить не у кого. А вы на просьбу Родиона, когда ему понадобились деньги для лечения отца, не откликнулись? Мало того, он перестал трубку брать потом, а потом и дверь открывать перестал, и, в общем, пропал. Потом я выяснил, что он за границу уехал отдыхать и никуда он не работать ездил. Это утрированная информация. Это преувеличено. Я вообще сомневаюсь в том, что... А в чем она преувеличена? Ну, потому что я сомневаюсь, что... Это была не за границей? Или вы туда не уехали, а пешком у вас отдыхал? Нет, я ездил за границу. Я ездил работать по контракту. Куда? Я ездил... Аниматором, наверное. Придумывайте. Придумывайте. Куда ездить? Нет, я ездил в Египет. В Египет. Да, работать с аниматором я не стыжусь. А что здесь такого? Молодец. А что здесь? Как бы он заработал, наверное. Клоунская натурная вывезла. Я все-таки никак не могу дождаться, как в этой истории появился Алексей Алексеевич. Дело в том, что Алексей Алексеевич мне узнал про мою беду и отдал мне юрин долг. Мы юридически, официально... В смысле отдал? Давайте я расскажу. Мы оформили соглашение. Я так понимаю, долг... Вы переуступили, что ли? Да, я переуступил долг. Здесь у нас есть все официально оформлено о переуступке долга. Так получилось, что у Родиона отец, бывший мой учитель, в школе преподавал Александр Сергеевич. Я к нему очень хорошо отношусь. Такой мировой мужик. И когда я узнал, что у Родиона проблемы, у отца операция назначена, потому что об этом узнала вся округа практически, а это кричит в раке, я пришел спросить хотя бы, может, чем-то могу помочь. Он ходил на каждом углу, кричал, что у его отца операция для того, что он не нормально. Потому что по операции делали, ничего тебя не смущает. Где? Никому ничего не сделай. Так, сейчас с вами пообщаемся лучше, потому что это бесполезно. Вот. И когда я узнал, что действительно такая проблема есть, и он рассказал о том, что есть долг такой, естественно, такой оказией не воспользоваться я не мог, поскольку к этому персонажу у меня претензии давние. Он в свое время мне рога наставил. Ну, рога наставил. Вы уже были на самом... Нет. Подождите, подождите, подождите. Вы знакомы. Не надо закрывать. Знакомы. Ну, давно... Знакомы. Что значит, он вам наставил рога? Ну, когда мы еще с супругой были в браке, он с ней переспать умудрился. Они не были в браке, а вот это... Они сговорились. Они сговорились совершенно точно. Потому что на тот раз... Смотрите, как было. Так, слушайте, мы сейчас вообще даже... Не надо, нет, я расскажу. Я расскажу, как было. Я познакомился с девушкой, с которой у нас возникли отношения, и какое-то время мы встречались вместе. После чего оказалось, что вот этот Алексей Алексеевич, ну, муж, с которым она в процессе развода, он подкараулил меня ночью после работы и нанес мне повреждение средней тяжести. Я около месяца провел в больнице. И специально из-за этого... Родион, ты специально знаешь... Да что это? Гомонись, а! А то сейчас снова отправишься туда. Сам пойдешь, можно водички попьем? Да ради бога. Только... Без резких движений. Да я плавно. Алексей Алексеевич, пожалуйста, сядьте на место. Так, эмоции свои. Пожалуйста, держитесь при себе. Мы не на ринг пришли, а все-таки пытаемся как-то договориться. Вот договорились. То есть правильно ли я понимаю, что Родион уступил вам свой долг по договору цессии? Да. Можно я взгляну на договор? То есть все официально вы оформили? Да, конечно. Вы оплатили. Выручил его сто или сто. 350 в полном объеме. В полной сумме, да. То есть теперь как бы взыскатель вы по этому долгу. Совершенно верно. К вам перешли, правда, права кредитора. Права перешли. Я сразу же дал знать. Позвонил. Мирно пытался тоже. То есть теперь фактически Юрию надо договариваться с Алексеем Алексеевичем. Ну, изначально я предупредил, что твой дом... А что там за история вот эти вот там головы какие-то иконские? Головы какие-то угрозы. Метро в метро там. Я вот шепчу. Насчет метро не знаю, кто ему там чего-то шептал. Просто я ему взял... У него фантазия такая. Что детской лошадке голова такое впечатление произвела, что по штанинам текет. Что даже со своей любимой машиной готов расстаться. Просто до этого человек ездил на отдых, работал, жена не работает по салонам ходит, мебель домой покупал. А отдать долг, который полтора года уже висит, не в состоянии. Жена уже давно, потому что они постоянно создают стрессовые ситуации. Сейчас готов погасить долг, передав собственность автомобиль. То есть такое соглашение об отступном. То есть не деньгами, а автомобилем. Вы, как сейчас владелец этого долга, согласны на такие условия? Меня это устраивает. Но ты знаешь, что я за тобой буду следить, чтобы ты больше людей не обманывал честных и нормальных. А в чем проблема? Я даю автомобили... Алексей, я понял, что вы согласны в счет погашения долга принять автомобиль. Вы готовы его передать. И вы забываете про то, что между вами были какие-то денежные отношения. Да? Конечно. Согласны. Значит, нужно составить соглашение об отступном. То есть вы заменяете одно обязательство. Договор новации. Одно обязательство заменяете на другое. То есть вы автомобилем погашаете свой долг. Вы это составляете, подписываете. Право собственности на автомобиль переходит к вам. Расписочка вот эта вот передается обратно должнику. Все понятно? Да. Все понятно. Все согласны? Я согласен. Все согласны. Ну, я рад, что договорились. Спасибо вам большое за участие. Всего вам доброго. И вам спасибо. Стороны договорились. Друга я потерял. Финансовая сторона дела решена. А Бугаян окажет жизнь. Когда человек не хочет по-хорошему, приходится по-плохому. Я лично не считаю, что по-плохому. Если человек не понимает словами, ну, надо хоть намеки какие-то делать. Ну, в принципе, машина есть. Проблем нету, как и долго. А я за этим петухом все равно буду присматривать. Мало ли еще кого обиден. Дмитрий Агрис привык слышать такое. Тебя не хватает сил на секс. Это все, что тебе нужно? Ни один мускул не дрогнет, когда он видит такое. Я тебя убью, порву на кусочки. Он гений компромисса. Вы как рекомендуете поступить? Я считаю, что здесь надо договариваться миром. Не пропустите мировое соглашение на нашем канале. Я всегда на стороне закона, справедливости и здравого смысла. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok